Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. По данным управления Роспотребнадзора на территории Якутии выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске 61 случай, в Мигеноконгаласском есть определенное снижение. 7 случаев в Чуропчинском 6, в Усалданском 5, а в Нербинском и в Сунтарском по 4 случая. Наиболее сложная сегодня ситуация является в Сунтарском и Вилюйском улусах в связи с большим количеством семейных очагов, выявленных именно в этих улусах. В связи с этим в тех населенных пунктах, которые явились непосредственно населенными пунктами с выявленными случаями новой коронавирусной инфекции, будут действовать более серьезный и жесткий способ ограничений, установленных для того, чтобы не давать возможности распространять инфекцию. По 3 случая выявлено в Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Нерингринском и Хангаласких улусах. По 2 случая выявлено в Миконском и Валенёкском районе. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Оленёкском районе, где непосредственно инфекция пришла вместе с прилетом заболевшего человека в Оленёк. И, соответственно, соседи по самолету находились рядом, которые далее продолжили свой путь в Хареллах. Сегодня в связи с этим в Хареллахе у нас есть уже группа заболевших. По одному случаю выявлено в Ангимском, Верхоянском, Кобяйском, Мирлинском и Навских улусах. Оценивая ситуацию по улусам, необходимо обратить внимание, что единственным способом сегодня предотвратить распространение и увеличение количества случаев по улусам, особенно перед тем, как у нас должно начаться наше любимое якутское лето, является вакцинирование населения. Сегодня во все улусы доставлена вакцина. Соответствующая вакцина есть и поступила в республику в достаточном количестве. Так, на настоящий момент в республику поступило 196 084 дозы вакцины. При этом первые вакцины в республике получили 152 924 человека. Из них 36 486 человек – лица старшего возраста. На настоящий момент использовано 78,1% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Сегодня массовая вакцинация начинает разворачиваться в Нюрнгринском улусе, в Алданском районах, в Верхневилюйском. И с достаточно хорошими темпами идет вакцинация у нас в таких районах, как Нюрбинский район. Необходимо обратить внимание, что массовая вакцинация предполагает соответствующую вакцинацию определенных категорий граждан. Прежде всего тех, которым эта защита нужна, необходима и в первую очередь. Это как лица старшего возраста, так и лица, которые страдают хроническими заболеваниями. И кроме того, почему необходима именно вакцинация сегодня массовая. Потому что нужно, чтобы люди, которые их окружали, также были защищены и дали им возможность лицам старшего поколения дальше продолжать свою здоровую и сознательную жизнь. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, необходимо обратить внимание, что в соответствии с действующей нормативно-правовой базой и соответствующими постановлениями Роспотребнадзора Республики Сахая-Кутя Установлены правила для работодателей о создании безопасных условий осуществления трудовой деятельности, к которым относятся как проведение термометрии на предприятиях, так и, соответственно, формирование такого пространства корпоративного, которое не позволило бы, соответственно, дать возможность распространения корпоративным очагам. В связи с чем работодатели обязаны создать условия для вакцинирования работникам, соответственно, тех, кто работает у них по найму. Особенно это касается сферы услуг, магазинов. Это касается тех сфер, которые непосредственно у нас идут на контакте с гражданами. Необходимо обратить внимание на ситуацию, которая сегодня в Республике сложилась. Нам нужно именно посредством вакцинации остановить эту ситуацию, потому что совершенно не для кого сегодня, а у нас сегодня есть такие обращения от граждан о том, чтобы объявить, например, локдаун или закрыть непосредственно те или иные точки общепита или иные общественные пространства. Мы думаем, что сегодня это недопустимо, потому что вакцинация является способом того, чтобы это не осуществлять. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...